Потому что сам вот этот путь из низкого уйти в высокое, вот для чего мы пришли. И есть какой-то план свыше, который вот таким образом реализуется. Вот все эти события, для чего они нужны, это для того, чтобы каждый увидел сейчас, чем он наполнен. Потому что каждый из нас, если посмотрит, мы тоже о своем личном заботимся. Поэтому и на верхушке айсберга этого точно такие же люди. Мы все это создаем. Нет смысла свергать правительство, нет смысла бороться с ним. Духовные люди должны понимать, что есть другое оружие. Это для того, чтобы человека ввести вот в эту смуту. Ведь чем больше пробужденных, тем больше противодействия силы. У меня сразу отбросилось множество сомнений и вообще множество тем, на которые я тогда думала. И которые я обязательно хотела решить вот здесь и сейчас. Меня эта мысль просто ввела в такой фокус, что для меня сейчас, вот последние эти четыре месяца, самое главное. Всем привет! Это канал Тайной жизни. Я Сергей Шиныри. И с нами сегодня замечательная гостья Ирина Капикронян. Здравствуйте, Ирина. Здравствуй, Сергей. У меня к вам вопрос насущный. Сейчас все понимают, что 2022 год, события, которые происходят в этом году, события, которые происходили в предыдущие годы. И есть в духовном сообществе такое слегка парадоксальное понимание, что эти события, которые для всего мира кажутся тяжелыми, на самом деле являются трамплином для духовного роста. То есть они нас подогревают к нашему развития. И ведь те, кто сталкиваются с этими сложностями, ну это для них совсем не очевидно может быть. А вот мы сидим, хоть и не на бали, но в своих медитациях и рассказываем, да, это все духовный рост. Что вы по этому поводу думаете и как этим пользоваться? Ну, я полностью согласна с духовным сообществом. Все, что сейчас происходит, это бесспорно для того, чтобы человеческое сознание развивалось. То есть я бы сказала так, это можно использовать. Это такой большой пинок человечеству, чтобы развиваться. Я вот, например, могу сказать, мне было интересно, где-то полгода назад у меня есть инструмент-маятник. И иногда я благодаря этому инструменту делаю исследования свои такие. И я помню, что я делала такие исследования где-то года 4 назад или 5. Вот мне все было интересно, как человечество развивается. У меня были определенные какие-то критерии, вопросы, чтобы сделать эти исследования. И вот 4 года я, наверное, не брала в руки маятник для этого, не делала этого. А недавно мне стало интересно, а что изменилась динамика? Динамика развития человечества. И я задала вопрос, какое количество людей сейчас пробуждено. Я очень удивилась цифре. Мне показали, что 80% человечества. То есть я беру взрослое население нашей планеты. Хотя по последней данной я помню, где-то это было около 50. То есть вот за эти 2 года, за 3, произошел существенный скачок в сознании человечества. Но что такое пробуждение? Это не просветление. Потому что все люди могут сказать, где они пробудились, посмотрите. Пробуждение – это когда человек задумывается над тем, начинает задумываться над тем, что все, что происходит, это какой-то имеет сверхчеловеческий какой-то путь. Не мы определяем то, что происходит, а что-то есть свыше, и есть какой-то план свыше, который вот таким образом реализуется. То есть пробуждение – это когда человек начинает интересоваться какими-то метафизическими вопросами, хотя бы немножко сюда уже смотреть, допускать какие-то вещи, а не только контролировать своим сознанием человеческим. Можно сказать, что встает на духовный путь. Да, ну либо вот встал на духовный путь, потому что тоже что такое встал на духовный путь? Это вот как раз раскрытие своих вот этих метафизических потенциалов, потому что мы не такие маленькие, как мы думаем о себе, а мы громадные, огромные. Поэтому вот этот потенциал раскрывать свой – это да, и это и есть выход. И вот представь, вот эти все события, они человечество обращают к этому раскрытию. Сейчас все чаще видишь по телевизору от обычных, ну как обычных, ты считал их обычным артистом, допустим, я смотрю интервью, а он говорит, ну можно сказать, как я говорю, то есть он рассказывает те вещи, которые я рассказываю людям, для того, чтобы раскрыть сознание. То есть уже в разных слоях вот это все раскрывается, все это уже как, знаешь, как бутоны раскрываются, человеческие сознания. И вот эти все события способствуют этому раскрытию. Потому что мы засыпаем, наше сознание засыпает в комфорте, в благополучии. Это такое, как болото начинается для сознания. Ну я вот по себе знаю, у меня путь был, да, то есть вот пока мне нужно было себя привести в порядок, да, то есть вылечиться, исцелиться, пока вот у меня было такое, что какой-то комфорт достичь в жизни, к которому я стремилась, да. Я пахала, я занималась духовным развитием, я понимала, что это взаимосвязано. Но как только я этого достигла, началась какая-то стагнация в благополучии, которую ты достигла. И чтобы пойти дальше, ты либо сам делаешь этот толчок, потому что, ну, тебя что-то внутри вот толкает изнутри, не сиди, не засиживайся, да, иди дальше, вот. Либо приходит какое-то событие, которое тебя выталкивает, если ты не чувствуешь себя, да, то есть, и для многих вот такие события явились вот сейчас, когда люди благодаря вот этим толчкам стали смотреть еще куда-то, да, то есть и когда мы обращаем внимание куда-то, это к нам и приходит, и люди все чаще, видимо, ищут вопросы шире, да, то есть вот этот масштаб их обозрения становится, это и есть расширение сознания, да, то есть и они начинают допускать, у них чего-то там йокает, что-то отзывается, и они начинают допускать то, что это существует, существует какой-то путь еще, кроме того, что они раньше знали. И, конечно, я считаю, это очень позитивно для, именно для нас как душ, для развития нашей души, да, для развития нашего сознания, то, что происходит. Вот поясните, пожалуйста, где здесь парадокс в плане того, что мы сами привносим, а что нам дают высшие силы, и как нам этим пользоваться, чтобы не попадать в тяжелейшие кризисы, а проходить больше по верхнему пути, по, как сказать, по нетяжелой дорожке. Ну вообще, дорожка тяжелая или нетяжелая, это ты сам определяешь. Вот, как это делать? Можно же, нет, я имею в виду, ты сам называешь, мне это тяжело, и ты тогда идешь с напряжением. А вот ты попробуй когда-нибудь сказать на то, что ты считал тяжелым, что это будет нелегко. Ты как бы сам себя настраиваешь именно на то, что это будет легко. Но высшие силы – это же и есть мы. То есть не нужно разъединять эти вещи, что высшие силы – это кто-то там, кто сидит на облачке, да? А здесь мы мучаемся и страдаем. Вот они там приняли решение, а мы здесь вообще страдаем. Все это не так. Все, что происходит, создано на самом деле нами. То есть то, что мы видим на физическом плане, вот эти все события, которые происходят, то, что мы называем тяжелые события, которые происходят, это только верхушка айсберга того, что мы создали. А вот что там в глубинах, из чего состоит этот айсберг, вот с этим нужно разбираться. Потому что мы увидели верхушку, следствие того, что мы сами создали. и вот мы все мечтаем о каком-то другом мире, но не разобравшись в себе, о чем мы создали то, что происходит, мы никогда его не создадим. И разбираться нужно каждому с этим, потому что мы, как единый организм, создали то, что сейчас видим. То есть если мы хотим что-то изменить во внешнем, то, что происходило, мы должны сделать какую-то работу над ошибками внутри, найти вот эти энергии в себе, которые создали вот это все, что мы видим вовне, и создать этот мир и гармонию внутри себя. То есть на самом деле это и есть трансформировать свою карму, свою индивидуальную карму. Потому что карма, вот я как ее понимаю, как я ее познала, это в первую очередь энергия. Но если так еще больше упростить, это эмоции, карма это и есть наши эмоции, которые мы накопили в себе, которые мы, скажем так, окутали планету на астральном-ментальном плане. И вот эта оболочка, она на физическом плане проявляется в виде того, что мы здесь видим. То есть все, что мы испытываем сейчас как люди, как человеки, страх мы испытываем, мы испытываем жертву, беженцев много, мы испытываем жертву того, что это происходит с нами. То есть вот эти обстоятельства, они якобы несправедливо, это все происходит. Мы испытываем ненависть. Это все показывает борьбу какую-то, то есть непринятие того, что происходит. То есть борьба еще внутри нас. Она вся выражается, мы это видим везде, как мы реагируем на все эти события. То есть это все накопилось в нас, соответственно, создались события, чтобы мы это проживали, все, что в нас накопилось. Если мы хотим, чтобы не испытывать вот эти эмоции, страх, жертва, ненависть, бороться с чем-то, то есть это нужно работать внутри себя, это нужно все не стабилизировать, это трансформировать нужно. Есть такое слово замечательное – трансмутация. Это когда ты качество одной энергии трансмутируешь, то есть меняешь, эта энергия становится другого качества, другой вибрации. Превращаешь ее, да. То есть это взять какой-то, назовем, кусок энергии ненависти, который у тебя сейчас проявляется, да, ты берешь и в этот момент испытываешь какую-то другую вибрацию, то есть не идешь на поводу вот этой эмоции. И тогда вот этот кусок ненависти превращается во что-то другое, да, то есть то, что ты захотел. И если мы говорим о том, что вот все эти события, для чего они нужны, это для того, чтобы каждый увидел сейчас, чем он наполнен, чем он наполнен, какими вот эмоциями, какими вибрациями, и отдал себе отчет в том, что он и создал то, что сейчас происходит. Вот именно вот этим. Каждый из нас как по какому-то грузику клали вот этими эмоциями своими. И это не обязательно в отношении каких-то событий, которые мы... Это в семье просто, это в отношении, в аспектах работы мы это проявляем, все эти эмоции, кому-то еще там, близким своим, да, вот все эти эмоции. Но в целом мы создали это все и создали вот эту оболочку, которая проявилась в виде вот этих событий. И мы опять проживаем эти эмоции. То есть нужно, чтобы это остановилось, чтобы я это называю, чтобы зло не прошло дальше нас. То есть если я поймал это зло, то есть вот кто-то ненавистью на тебя, да, плюется, у тебя в ответ поднимается к нему ненависть или осуждение, или еще какая-то эмоция, да, увидь это и останови это. Пусть эта ненависть вот через тебя трансформируется. Это называется выпить яду и трансформировать его в себе. И вот если каждый человек вот задумывается и осознает это, что мы все ответственны за то, что происходит, и начнет индивидуальную вот эту работу с собой, и самосовершенствование вот этого духовного, то постепенно мы на физическом плане увидим совершенно другую картину, которая будет складываться. Естественно, постепенно это уйдет много времени, да, но постепенно мы будем видеть, что у нас уже другое правительство, которое заботится о людях, они там заботятся о своих каких-то личных. Потому что каждый из нас, если посмотрит, мы тоже о своем личном заботимся. Поэтому и на верхушке айсберга этого точно такие же люди. Мы все это создаем. Нет смысла свергать правительство, нет смысла бороться с ним, там вот выходить на это. Духовные люди должны понимать, что есть другое оружие. Это оружие называется высокая вибрация. Можно сказать, что это любовь, допустим, да, или какая-то другая высокая вибрация, которой ты работаешь с собой в первую очередь. И ты становишься тогда сильнее в своей силе света, то есть от тебя идет поле другое, в которое попадают другие люди, и они тоже меняются. И вот таким образом, если нас представить как один единый организм, и вот клетка, да, каждая клетка, которая работает над собой, она начинает сиять, заражать следующую клетку этим сиянием, этим светом. И постепенно все человеческое сознание высветляется. И вот путь, который ведет к гармонии, к которой мы стремимся, к тому миру, о котором мы мечтаем. Это путь работы над собой в первую очередь. И, конечно, говорить, что мы оторваны от того, что здесь происходит, да мы напрямую с этим вообще связаны, и напрямую мы это все создали. И чем дольше мы живем вот в этих иллюзиях, что кто-то там извне придет и нам все исправит здесь, а я только буду здесь получать удовольствие, тем дольше это все растянется, скажем так, на большее время. Здорово. Меня на самом деле очень вдохновило. И я хоть и размышлял ранее в таком ключе, на самом деле прямо сейчас почувствовал более глубоко то, как я отношусь к ситуации, о чем это на самом деле про меня говорит. А еще из ваших слов меня очень порадовала такая картинка, такой образ, что кризис, как критическая ситуация, это такой бой в колокол, нам всем задуматься о наших эмоциях, которыми мы это и создали, то есть которые уже есть внутри нас, которые ждут того, чтобы мы их трансформировали. И вот эта красивая картина далее, о том, как каждый из нас, трансформируя я, будет освещать себя, осветлять тех, кто рядом, осветлять тех, кто дальше, это вообще вдохновляет. И теперь понятнее, что это, почему так вообще. Во всяком случае, да, нужно понимать, как это работает. Потому что когда ты это осознаешь, что это работает именно так, то ты уже знаешь, что делать. А что делать? Что делать? Ну, в первую очередь, заниматься самонаблюдением, конечно. То есть как ты реагируешь на то, что происходит, как ты реагируешь вообще в жизни. Потому что это не только реакция на общеизвестные события какие-то, вот общемировые, а это твоя реакция в твоем маленьком мире, который ты создал, да, это где твои близкие. Вот какие твои тут реакции. Как я говорю, вот этим своим маленьким миром ты создаешь общий мир, да. То есть если мы говорим, что у нас есть астральное тело, и вот этим астральным телом, то есть эмоции, да, то есть мы, и есть вот эта клетка на астральном плане, которая будет обеззараживать все остальное, да. То есть если зло не будет идти дальше тебя. То есть самонаблюдение, свои реакции. нужно понимать, что у нас есть огромная палитра из эмоций. Почему мы выбираем вот так отреагировать? А почему бы не выбрать в следующий раз по-другому? И вот эти энергии, которые у нас увеличены, да, из-за того, что усилились в нас, из-за того, что мы все время вот так вот реагировали, ну, как бы негативно, если возьмем, то они будут постепенно перепрограммироваться, если мы каждый раз будем вспоминая о том, что зло не должно пройти дальше меня, и в этот момент взятия переключиться. Это вот и есть, наверное, быть как дети, потому что дети, они не злопамятные. Они, если разозлились, они, если... Их какая-то эмоция, там, допустим, грусть какая-то, да, они очень быстро могут переключиться. Они не тянуты, вот эту тяжесть. Они не тяжелые именно поэтому. То есть они переключаются на другую эмоцию. Вот нам нужно научиться переключаться, чтобы не случилось, потому что вообще это первое, что человек должен научиться, если он встал на духовное развитие. Первое, что нужно научиться, это оставаться в гармонии во внутреннем вот этом центре, центрировании, что бы вокруг ни происходило. Потому что когда ты находишься в центре, от тебя идет сила. Потому что центр – это тишина. Вот эти все эмоции, это нас из центра вышибает. Когда ты в центре, ты с Богом. Это значит, ты сейчас транслируешь вокруг Бога. И вот этому центрированию нужно научиться. Тяжело это делать сначала, потому что очень много эмоций в нас прописались. Очень много мы отдали им энергии, то есть много энергий, определенных вибраций. И это в первую очередь поднимается у нас как реакция. Но этому можно научиться. И если мы хотим идти раскрывать свои духовные потенциалы, то первое, с чем нужно справиться, это научиться управлять своими эмоциями, управлять своим состоянием, научиться центрироваться. Да, у меня есть в опыте ситуации, в которых я бывал, когда поднимаются эмоции тяжелые. А что такое быть в центре, я знаю, тренировался и все такое. И бывает такое, что я сосредотачиваюсь на внутреннем центре, а эмоции, в общем-то, никуда не деваются. Все еще что-нибудь плохо или страшно, или злостно и так далее. И это умение одновременно и быть в центре, и эмоции эти не гасить, а проживать. То есть заботиться о себе из своего центра, о себе том, кто проживает эти эмоции, это действительно очень помогает проживать такие события. Я полностью согласен с вами. В центр можно попасть лишь в одном случае. Если ты вспомнишь, что ты не человек, не личность. Не эго. Да, что эмоции – это одежда. И ты тогда становишься в центр себя и смотришь лишь на то, что с тобой происходит. Вот на эти эмоции. То есть у тебя включается наблюдатель. Это то, что мы называем наблюдатель. И он проживает эти все эмоции, но его не шатает, не сшибает. Он просто наблюдает за своими эмоциями, проживает их. И таким образом мы получаем этот опыт эмоций. Потому что мы действительно пришли сюда получить опыт всех эмоций. Поэтому нужно научиться быть таким наблюдателем. Но когда мы себя отождествляем с личностью, отождествляем со всеми этими эмоциями, с мыслями, то, что мы думаем, то мы входим на автомате, начинаем проживать это, и мы как щепка болтаемся на волнах этих вибраций, этих эмоций. И тогда происходит деструктив, тогда происходит наше разрушение, тогда происходит усиление этих энергий вокруг. То есть мы их только увеличиваем, усиливаем. Поэтому здесь, знаешь, когда ты идешь духовным путем, ты осознаешь другой уровень ответственности своей. Что ты вкладываешь энергию куда? То, что сейчас ты испытываешь, то, что сейчас ты проживаешь. Как ты проживаешь? Если ты проживаешь как наблюдатель, ты не вкладываешь никуда вот эту энергию, в которой ты сейчас проживаешь. Но если ты на автомате, ты щепка, ты вот эта личность, которая отождествилась с этим земным, то ты усиливаешь это, то, что происходит на самом деле. Поэтому человеку просто нужно знание, знать это. И вот я знаю, что реакция людей на такие вот слова, что да, мы это знаем, но мы это забываем. Да, мы забываем. Но нужно все время вспоминать. Это и есть упал, поднялся. Вспоминать и возвращать себя в этот центр. То есть мы все забываем. Мы не можем вот это жить в наблюдателе, в осознанности стопроцентно, прямо вот каждую свою минуту наблюдать. Это труд к этому прийти. Но это можно к этому прийти. И просто ты знаешь, куда идти. Вот быть осознанным, наблюдать за собой, самонаблюдение. Это в первую очередь. Ну и второе – это научиться трансформации. Трансформация этих эмоций. Я когда-то слушала Далай-Ламу, и он говорил, что с эмоциями ничего сделать нельзя. Ну как-то вот так он сказал, я так поняла эту его фразу, я не цитату сейчас привела, что с эмоциональным состоянием сделать ничего нельзя. Но это не так. Эмоции – это наша энергия. Это наши. Это вот как моя рука – это моя рука. Я могу ею управлять. Эмоции – это тоже наша энергия. И ею можно управлять. Ее можно превратить во что угодно. Этому нужно научиться. И свое состояние можно менять как платье, как я говорила. Одно платье одеть, второе платье. И эти состояния будут разными. Просто это опять-таки нужно научиться этим делать. Это все равно, что ты научился управлять своим физическим телом. Ты можешь управлять своей энергией, работая с эфирным телом. Затем идет работа с астральным телом. Этому тоже можно научиться. И работа с ментальным телом, концентрация внимания, там, где твой ум находится, этому тоже нужно научиться. И все это путь. И духовного развития для этого нам дано целое воплощение. И для этого нам даны такие события, которые мы сами создали. Я имею в виду, что мы оказываемся в этих событиях чтобы все время находить себя в этих событиях, осознавать себя, наблюдать за собой. Как я сейчас реагирую? А вот, оказывается, у меня вот это есть. Вот это есть. Но не для того, чтобы себя осуждать, что ты такой сякой, и ты испытываешь это, что ты там портишь все, то есть делаешь хуже. Нет. Это вообще вот сюда не надо смотреть. Мы как дети, которые учимся ходить. И ты не будешь ребенка ругать за то, что он плохо ходит, который только научается ходить. Ты видишь это для того, чтобы понимать, где тебе еще нужно совершенствоваться. Какие энергии еще нужно в себе трансмутировать, чтобы идти дальше. И вот эта работа с эмоциями – это первая волна. Я ее так и называю – волна именно, которую нужно пройти. У меня, знаешь, такой образ в свое время пришел. Я когда жила в Индии, там был такой океан, и там вот первая волна, ее нужно было преодолеть, чтобы выйти и поплавать. Потому что она была всегда высокой. И вот нужно было эту волну как-то преодолеть. И дальше была гладь. Можно было там плыть. И вот для меня вот эта работа с эмоциями – это первая волна. То есть управление своим астральным телом. Научиться управлять. Оно твое, но ты не умеешь им управлять. Вот этому нужно научиться. Да, это очень… И сейчас нам все для этого дано. Да, очень мощное на самом деле это искусство. Я вот могу по себе сказать тоже, что именно из-за работы с эмоциями я так сильно и заинтересовался духовными практиками, вообще духовным путем. Так вот, есть вот эти эмоции. Люди проживают ситуации. И ум может поддакивать эмоциям, подпевать, скажем так. И надумывать какие-то вещи. Ну, как надумывать? Просто обдумывать, наверное, скорее так. Или даже искать где-то информацию о таких вещах, которые волнуют. Вот как внутри вот эта волна, вот чтобы и ум подпевал этим волнам. Мой вопрос вот в чем. На что можно направить ум? На какие источники информации? Или, может быть, на какие медитации там внутрь куда-то? В общем, на что можно направить ум для того, чтобы проходить эти уроки? Для того, чтобы расти от этих ситуаций? Ну, ты правильно говоришь. Потому что вслед за эмоцией идет мысль. Да, потому что когда ты радуешься, у тебя одни мысли, когда ты на каких-то низких вибрациях, у тебя там безнадежность, например, возьмем эмоцию, да? У тебя там совершенно другие мысли. В принципе, по мыслям можно понять, какую эмоцию ты испытываешь. Вот если кто-то не может идентифицировать, то через мысли, исследуя свои мысли, можно понять, во-первых, какую эмоцию ты испытываешь. Я почему сейчас немножко отошла от твоего вопроса, но благодаря ему мне пришло, что хочу это сказать, да, рассказать. Что не нужно бежать от эмоций. Наблюдатель, он не бежит, он наблюдает. То есть он не пытается сбежать сразу же из этих эмоций. Вот это очень ценно для нас, осознавание эмоций. То есть то, что я проживаю. Это понимание себя. Потому что мы на самом деле, что такое личность? Это, в принципе, эмоции и мысли. Все. Больше это ничего. Ну и в теле она существует. То есть мы всегда что-то испытываем в отношении чего-то. Если убрать, поселить нас в вакуум, возможно, не будет никаких эмоций и никаких мыслей. Мы в вакууме. То есть мы всегда испытываем в отношении чего-то. Так вот, познание эмоций – это познание себя. И не только себя. Через себя ты познаешь мир. Ты тогда видишь, допустим, можешь понять свою маму. Познав себя, познав свои эмоции, ты можешь увидеть у нее эмоции и познать ее, допустим. То есть познать своих близких таким образом. Людей других. Так вот, вот эти мысли, которые приходят вслед за эмоциями, ими тоже нужно научиться управлять. Мы управляем ими благодаря вниманию. То есть ум, да? То есть ты говоришь, куда ум? Потому что сами мысли, они просто существуют. Мы их думаем, потому что они к нам прилепились. Скажем так, вот они летали-летали, мы испытали какую-то эмоцию, они по этим вибрациям к нам попали, и мы начали их думать. Я вот это так вижу, например. Так вот, чтобы их не думать, эти мысли, и таким образом в этих мыслях не усиливать эмоции, нужно действительно научиться переключать внимание. Мы про детей рассказывали, вот они как раз могут переключиться быстро. и лично вот мои какие вот здесь были лайфхаки, это молитва. Ты начинаешь читать высоковибрационный текст. То есть молитва, она уже эгрегориально как бы напитана высокими вибрациями. Потому что мы в этот момент, когда читаем молитву, мы обращены к Богу, к высшему созданию, которому мы доверяем, которого мы любим, который любит нас. И таким образом мы в молитве уже мысленно как будто поднимаем голову туда, наверх. Потому что вот из любой ямы низковибрационной можно уйти только наверх. И в этом нам помогает закидывание, вот это, как я говорю, внутреннее закидывание головы наверх, когда, допустим, мы начинаем говорить молитву. Можно перед этим попросить помощи. но ты должен понимать, что не тебя будет вытаскивать, а тебя будут усиливать в твоем устремлении вытащиться вот из-за этих вибраций. То есть, потому что сам вот этот путь из низкого уйти в высокое, вот для чего мы пришли. Трансформация вот эта, трансмутация, вот где наша сила, света усиливается. Ответственность где наша? Да. Ну, я имею в виду сам путь вот этот, который ты проделаешь для того, чтобы выйти вот из этой ямы. Вот для чего ты прошел. Вот этот путь. Это как вот, чтобы накачать мышцы, надо взять гантели. То же самое для того, чтобы накачать силу света, нужно из ямы выходить наверх. То есть, если бы мы выходили наверх из такого благостного состояния, то есть, нам все хорошо, и это всегда легко, там обратиться к Богу, помедитировать, да, то есть, всем любовь посылать, а ты попробуй теперь вот из ямы выйти на какой-то вот этот уровень, где ты опять хочешь посылать любовь всем. И вот этот путь из ямы, вот на этот уровень, где ты хочешь опять посылать всем свет, вот он важен для тебя. Но для того, чтобы ты его прошел, ты должен попасть в эту яму. И поэтому эти ямы у нас существуют. Поэтому молитва, да, то есть, это, наверное, первое. Я в свое время не знала никаких молитв, я не ходила там в церковь, потом какой-то был у меня такой период, ну, как-то я вот так вот, мне просто было там хорошо, я приходила, мне было хорошо. А потом, в силу своей деятельности, работы с маятником, там есть такой, чтобы начать им работать, нужно себя поднять по вибрациям. И вот автор этого метода, он советовал через молитву. То есть ты читаешь много-много раз молитву. Я выучила молитву. И мне это помогало. То есть, когда я думаю о чем-то тяжелом, я это вижу, замечаю, да, то есть я опа, осозналась, наблюдатель включился. Я переключаю свой ум на то, что он говорит молитву. Можно переключить на дыхание, но это ты должен держать внимание на дыхании и больше ни о чем не думать. Все мысли проходят мимо. Этому тяжелее научиться, чем ты на мысль какую-то переходишь. Есть различные стихи. Допустим, читать стих какой-то, который тебя, ну, как-то возвышает. У меня еще есть инструмент. Я представляю своего духовного учителя. То есть, это образ учителя. Я просто на него в этот момент смотрю. Я могу с ним разговаривать. То есть, я переключила внимание уже. Раньше я много просила вот именно вот просто помощь, да. И тут же, допустим, визуализировала, что на меня какой-то прожектор света, мне помогают. Мне это давало силы. То есть, я понимала, что я не одна. То есть, заметь, везде любой метод, он заключается в том, что ты соединяешься со своим высшим аспектом. Потому что что такое бог? Это и есть ты, да. То есть, где-то на самом-самом верху своего сознания, грубо говоря, уровня. То есть, все время ты поворачиваешь голову наверх. И вот в этом и заключается наша свободная воля. Да, вот в этом моменте, когда мы реагируем на что-то, то, что к нам пришло в нашу жизнь, вот что мы выберем, да, в этот момент. Мы поднимем голову и скажем, да, я вижу, что вот у меня вот поднимусь очень много, но помогите мне, вот я не хочу, чтобы зло прошло дальше. Или мы все-таки уйдем вот в этом, в эти низкие вибрации. Я еще хотела здесь добавить, что вот мы начали с того, что сейчас это экзамен действительно для каждого. вот экзамен вот в этом выборе. И, знаешь, вот я сама заметила, что раньше такое ощущение, что тебя вели за руки. Вот когда тебя учат ходить родители, да, тебя ведут за руки. А сейчас такой момент, что тебя отпустили. Ты должен идти своими ножками. Кого-то ведут, но кто-то вот, наверное, почувствовал этот момент, как будто стало тяжелее. Потому что тебя отпустили, это не значит, что они ушли. Твои аспекты, да, то есть твой аспект, он с тобой всегда неразлучно. Но он просто отпустил, и ты применяешь все, что ты знаешь, все, что ты умеешь, все инструменты тебе сейчас не в мешках вот так нести надо, а применять. У тебя должен быть один-два инструмента, которым ты все время работаешь, а не набрал-набрал на всяких тренингах, там, на всяких практиках, и ничего не применяешь в жизни. И поэтому тяжело. Но ребенок научится сам ходить, если его все время будут держать. Нет. И то же самое мы. Вот достать, уметь достать свой свет, попросить помощи, представить, что на тебя эта помощь, прям вот энергия, возьми эту энергию, тебе всегда дадут для этого. Вот это для того, чтобы ты понимал, что ты можешь. Потому что с высшими силами ты всегда это можешь. Они могут все, и тебе дают для этого энергию, для того, чтобы ты это смог. И ты это делаешь. И каждый раз, вот поднимаясь, ты становишься сильнее. Сильнее в свете. Вот что сейчас происходит. Это один момент. Ой, у меня есть ощущение вдохновения от того, что вы сейчас говорите. Очень меня это радует. И нет, наверное, у меня нет вопроса. У меня есть разве что такое вот как резюме о том, что ум направлять на то, что мы большие, связаны с высшими силами. Да. Вот это прям самое такое. Потому что где наше внимание, то и к нам и приходит. А нам нужна сила, да? Нам нужен свет. И мы на что-то, вот на это обращаем внимание. То есть, соответственно, мы это примагничиваем к себе и сами примагничиваемся к этому. И сейчас очень много вот этой информации, сейчас информационный век. И поэтому так сложно. Вот представь, если бы мы были раньше, когда не было интернета, ну, возьмем там начало даже 20 века, мы живем, и вот что услышали от кого-то, вот наша вся информация. Ну, из газет хорошо. А сейчас эта информация, она со всех сторон. И если смотреть на тонком плане, это, ну, вот, если уйти вот на этот слой, где эта информация вся вот идет, я имею в виду, из новостей, да, то есть, ну, вообще, то это слой очень смутный, я бы сказала, да, такой. Там очень пыльно, там ничего не видно, там вот такие там вибрации. И ты должен вот в этом тумане, в этой пыли, ну, знаешь, как песчаная буря, вот, у меня сейчас идет такой образ песчаной бури, ты должен увидеть выход, свет. И ты этот свет увидишь, только если ты о нем подумаешь, потому что, опять, где наше внимание, там, то есть где наше, да, внимание, там наша энергия, то к нам и придет. То есть нужно научиться эту информацию пропускать, пропускать мимо, не, вот, не на нее внимание. Особенно, если человек еще не умеет в этой информации оставаться самим собой, я есть тот, кто я есть. Он ведется на эти вибрации, на эти мысли, он начинает идти, идти от себя, как правило, потому что все, что сейчас, вот, массово этой информации, это для того, чтобы человека ввести вот в эту смуту. Ведь чем больше пробужденных, тем больше противодействия сила. Потому что, ну, иначе, если не будет этого баланса, то не будет и этого опыта дуального. Это, в принципе, здесь все так устроено в этом мире. И чем больше пробужденных, тем больше противодействия. Ведь интернет, если мы возьмем, он может сыграть как на плюс нам, мы можем найти информацию, которая нам нужна, так и на минус та информация, которая нас уведет от нас. То есть и нужно научиться вот в этой пыли видеть свет. И это только возможно, если наше внимание будет обращаться вот именно на высшие силы, к ним обращаться. То есть закинуть голову наверх. То есть связь со своим высшим аспектом. Вот именно на эту тему у меня тоже как раз есть вопрос. Когда вы говорили о молитве, вы назвали молитвы высоковибрационными текстами. Да. И вот в контексте нашего информационного века что такое высоковибрационная информация? Это информация, то есть что такое информация? Это мысль, которая заряжена высокими вибрациями. Высоковибрационную информацию можно определить, если ты ее воспринимаешь, у тебя поднимается состояние твое, поднимается твой дух. У тебя становится хорошо, легче дышать. Низковибрационная информация, тебе после нее становится страшно, у тебя появляются какие-то мысли такие низкого толка, скажем так, ты начинаешь о ком-то плохо думать. То есть иногда информация несет с собой такие энергетические удары, пробои. У меня был опыт такой еще в самом начале. Я просто прочитала пост на фейсбуке о мальчике, который обгорел благодаря врачам на УИЧе или что-то такое. Получила там массу ожогов и помощь просили этому мальчику. Я просто прочитала этот текст, но после него я почувствовала себя плохо. Причем, как мне казалось, я не включилась. Что такое включаться или не включаться? Включиться – это значит переживать за этого мальчика или что-то. Но, видимо, что-то было. Я тогда занималась самонаблюдением. Я почувствовала себя плохо. У меня был удар именно в солнечное сплетение. То есть я прям почувствовала, что из меня уходит жизнь. То есть я теряла сознание. Вот сначала сильный удар такой, то есть было больно. А потом, как я стала, просто у меня все расплываться, мне пришлось лечь. Я тут же, так как я на тот момент, ну, вообще вот работа с маятником, меня приучила все время быть на связи с вашим «я». То есть особенно, когда что-то происходит экстренное такое. Но экстренное для меня это выход из гармоничного своего состояния. А тут действительно экстренная ситуация. И у меня первое вот на автомате всегда было, ну, я называла сопровождающую группу, потому что в какой-то момент мне показалось, что у меня много очень помощников вот этих светлых. Поэтому я их представила, что мы одна команда, они все знают про меня, они знают, что мне нужно. И я к ним всегда обращалась за помощью. И тут у меня было «все сюда, все ко мне». Прямо вот такая фраза прозвучала. «Все ко мне». Вот я. И вот это уже привычка стала. Как только со мной что-то происходит, я все время обращаюсь наверх. И я считаю, что это и сделало, вот мне говорят, что многие, я занимаюсь это там с 15 лет, с 18, с 20. Я прошел свой путь быстро, я считаю, по сравнению там с кем-то. И потому что я пробудилась поздно, около 40 лет. То есть чуть больше 10 лет мой путь. Но за это время я вот прошла, считаю, что очень много для себя, для своего сознания, для развития. Я прошла это благодаря тому, что с самого первого шага своего, когда я взяла в руки маятник, я шла с высшим я. То есть со всей вот этой командой своего света, которую я просто в какой-то момент почувствовала, поверила в нее и действовала уже вместе, согласно, учил, то есть распознавала вот этот путь света, который, мой путь, именно, да, благодаря им. И это дело у меня всегда сильнее и определяло мой вектор, вот этот. То есть я не вот так вот. Хотя это тоже было, но может быть не с такими вот расхождениями. Друзья, всем привет. Я Максим, редактор проекта Тайны Жизни. Как обычно, хочу сделать небольшое объявление и напомнить вам, что у нас также есть другие YouTube-каналы, на которых мы публикуем интервью с интересными гостями. Ну и напоследок предлагаю вам подписаться на наши социальные сети. Все ссылки есть в описании. Только в Telegram-канале мы публикуем весь уникальный контент, также полезные статьи. В Instagram мы публикуем самые полезные фрагменты из интервью. И в ВКонтакте мы также публикуем полезный контент. Обязательно подпишитесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы в случае каких-либо блокировок всегда оставаться на связи. Когда вы говорили про новости, вы упомянули, что люди не все еще умеют вот так вот соединяться с высшим Я и чувствовать, что они те, кто они есть, даже в условиях вот такой информации. Не все еще это умеют. при этом они чувствуют эмоции, о которых мы тоже уже поговорили, что вот вся эта ситуация, она нас провоцирует на чувствование эмоций. И вы сказали, ну, как бы вот не соприкасаться лишний раз с такой информацией. Из этого у меня аж три вывода сразу, что таким людям хорошо бы научиться А, фильтровать информацию, Б, если не фильтранул, то соединяться с высшим Я, С, даже если еще не соединился с высшим Я, все равно слушать, какие эмоции ты проживаешь, чтобы благодаря этому усваивать опыт, который вот принесла эта ситуация, чтобы проживать его. Проживать как наблюдатель. Вот. И это опять возвращает к Б, соединяться с высшим Я, получается. То есть в любом случае даже не главное фильтровать, не главное про эмоции, главное с высшим Я. Да. И вот здесь я хотела сделать такую ремарку для людей, которые не чувствуют свое высшее Я. Я могу сказать, что это приходит с опытом. И то я не скажу, что я чувствую высшее Я. Вот. Вот это вообще такое... Ну, вот я могу почувствовать воду, да, то есть как она вот на по ощущениям. с точки зрения вот физического тела, его никак не почувствовать, это высшее Я. Не ощущение. Да, это приходит через твое состояние. У тебя состояние меняется. Но это приходит тоже с опытом. Чтобы связаться с высшим Я, нужно достаточно о нем подумать. Все, связь с твоей стороны уже существует. Потому что со стороны высшего Я с тобой всегда есть связь, иначе бы ты не дышал. то есть, а у тебя, как у личности, у тебя вот эта связь появляется, когда ты начинаешь думать об этом, когда ты просто вспомнил, у меня есть высшее Я, когда ты к нему обратился, когда ты представил образ, причем, не важно какой, для высшего Я нету вообще никакого. Ты представил ангела какого-то, это твое высшее Я и есть. Представил какого-нибудь старца, это твое высшее Я и есть. Все, самое главное, что в контакт, когда ты входишь в ментальный, астральный, через образы, через мысли, ты в этот момент уже соединен. Все, это соединение произошло. А люди что-то ждут, вот я не знаю, что-то вдруг его хохсинят, какое-то откровение там придет. Это не то. То есть, мы проходим мимо настоящего вот этого контакта тогда. Оно всегда может случиться в любой момент, в любой момент. Просто об этом нужно вспомнить. А потом это вспоминание приходит все чаще и чаще, просто потому что куда внимания, того становится больше в твоей жизни. Просто вот раз вспомнил, пусть ты там вспомнил на следующий день, опять вспомнил, потом ты уже два раза в день вспомнил и так далее. То есть, и вообще человек, когда ему плохо, да, происходит вот это. Но вот что бы ни происходило, вот эту связь о ней нужно вспоминать и не терять ее. Потерял, нашел. Потерял, нашел. Потому что то, что происходит, это тоже нужно принять все, что происходит. Так надо. Да. Вот. И еще один момент, который я хотела сказать, идя на эту встречу, у меня как-то был такой опыт, где-то года два назад, у меня вдруг такой был период, когда я, мой ум напоминал мне пинг-понговый шарик, который туда-сюда, туда-сюда. То есть, какой-то период, очень много сомнений, очень много какой-то суеты. Это меня так вообще разбудораживало, разносило, расколбашивало, что называется, что я не могла найти покоя. Это продолжалось не один день. Обычно вот такие ситуации какие-то со мной происходили уже несколько часов, ты тебя так побудоражит, но ты можешь себя центрировать там что-то. А здесь как-то и про практики я забыла, и вот как-то вот так накатило все, и вот я находилась в таком состоянии, и вдруг в моей голове раздался, ну я называю, раздался голос, но на самом деле это вот такая мысль пришла, она вот просто меня пронзила, эта мысль. Эта мысль звучала так. Представь, что тебе осталось жить 4 месяца. И в тот момент внутри меня наступила наконец-то долгожданная тишина. Она меня поразила, во-первых, она поразила мою личность, и личность даже испугалась немножко, потому что все-таки страх, насколько ты его осознаешь и понимаешь, что это иллюзия, но в данный момент это было так неожиданно, я вообще о чем-то думала о другом, и вдруг бац, такая вот мысль. И сразу вот этот страх, потом, значит, когда я с этим страхом совладала, я стала думать, я понимала, что это не обязательно вот что-то обязательно потеря своей физической, физического тела, но даже если так, я вдруг поняла, что меня эта мысль резко сфокусировала на главном для меня в жизни. У меня сразу отбросилось множество сомнений и вообще множество тем, на которые я тогда думала и которые я обязательно хотела решить вот здесь и сейчас. Меня эта мысль просто навела в такой фокус, что для меня сейчас, вот последние эти четыре месяца самое главное. И потом, понятно, если я сижу, я не умерла, да, то есть, но меня эта мысль помогла выскочить вот из этого своего состояния. Так вот, я потом, когда вела уже семинары, курсы, ретриты, я ввела эту тему «Помнить о смерти». Потому что, ну, во-первых, мы невежественно относимся вообще к этой теме, да, то есть, невежественно, потому что до того плана, пока мы только отождествляемся себя с физическим телом. То есть, это тоже развитие. Это, ну, вот как ты не научишься деньги считать, если не пройдешь математику, точно так же и дальше ты не сможешь идти, если ты не примешь, что смерть это часть жизни. Это как монета на одной стороне жизнь, на другой стороне смерть. Я вот тут очень не хочу. Отношение к смерти это тоже развитие? Или сам факт смерти это тоже развитие? Отношение к смерти. Отношение к смерти. Очень много потенциала тут у нас зашито, имеется в виду вот этого страха и, как я говорю, вообще размышляю о том, что ты смертен и не просто смертен, ты можешь умереть в любой момент. Ты не знаешь, когда ты умрешь. И вот это тебя фокусирует сразу на главном в твоем жизни, что для тебя сейчас в настоящем моменте важно. и ты многое отпускаешь. И вот это принятие в свою жизнь смерть, пригласить ее, что да, она с тобой существует. Вот напоминает это как гости в твоем доме всегда. Она напоминает о том, что ты смертен, ты в любой момент можешь умереть. И когда ты поглядываешь на эту гостью, ты живешь по-другому. Ты мыслишь по-другому. Ты становишься другим. Неверно, что думая о смерти, мы ее приближаем. Я сразу вот этот вопрос снимаю. Это не так. Мы умрем тогда, когда задумывала душа, а не тем, что мы думаем о ней, о смерти. Это очень процесс такой, ну, нам точно не принадлежит. Ну, если мы не хотим только там вот взять, пойти там, повеситься, пораньше, пораньше уйти. Поэтому это можно вообще вот это отпустить и не вкладывать сюда энергию, этот страх, что тем самым я приближаю. Но вот научиться с ней взаимодействовать с пользой для себя, с этой гостьей, да, то есть с пользой для своего сознания. Потому что с чем ты окажешься во время этого перехода в смерть? Вот перед этими вратами, когда ты стоишь, вот какой ты будешь? Что ты принёс в себе? Вот ты снимешь с себя физическую одежду, эфирную, да, одежду, и останутся астрал-ментал, останутся все твои переживания, и ты будешь там с ними находиться, с этим переживанием, ничего ты не сможешь изменить. Вот здесь ты можешь изменить через физическое тело, через свои поступки, через свою свободную волю. Там ты просто будешь ждать, пока эти энергии все проживутся. Ну и ментальная одежда, соответственно. Не все доходят до ментального плана, когда уходят. Сначала застревают все в астральном вот этом плане. Так вот, с чем ты придёшь? И ты, наверное, знаешь, что буддисты, они в принципе с рождения готовятся к смерти. Просто потому, что это жизнь и смерть это на одной линии. И когда-то мы все придём туда. И вот к чему ты идёшь, вот это тоже задумываться над этим надо. Не то, что ты забиваешь на жизнь и думаешь о смерти, копишь себе на гроб или что-то ещё. Ты просто думаешь, а какой ты придёшь? А что ты здесь познала? Вот тебе дана жизнь, вот тебе дано тело, вот ты пробудился, это же ещё нужно до этого дорасти, не все доросли. У тебя уже столько всего, всех возможностей, ты пробудился. Эти знания за них не сжигают вот наше воплощение. Ты живёшь там, где есть интернет для этих знаний, то есть тебе дано всё для этих знаний. Ты этим пользуешься или нет? Тебе даны муж, тебе даны дети, ты всё им отдал, что хотел. То есть ты всё взял, то, что хотел. Ты взял отсюда любовь, ты научился любить по-настоящему, а не испытывать страх за них, не испытывать чувство вины. Ты познал, что такое любовь. Ты реализовал свои которые ты всегда мечтал. Ты попутешествовал, ты поспал на берегу реки в палатке, ты гонял на машине, ты купил эту машину, ты попробовал построить дом, если ты хотел, ты построил сад, ты поковырялся там, ты получил удовольствие от этого, или ты всё на чувстве долга, ты научился от этого получать удовольствие от этой жизни. Жизнь это такая ценность, об этом не нужно забывать, когда идёшь к смерти. Каждый шаг нужно этой жизни впитывать, и всегда во всех ситуациях можно найти, от чего порадовать себя. Вообще вот причина высоких состояний, мы её сами создаём, не они приходят откуда-то, мы в любом трэше можем создать причину для прекрасной эмоции и испытать её. И таким образом мы жизнь сами строим. Вот что такое творение. Восхитительно, восхитительно, просто суперски, да, я задумался, вот, тоже задал себе этот вопрос, а представь, что через 4 месяца. И действительно сфокусированность это то, что я сразу же ощутил. А ещё вот тоже очень интересная такая грань. То, на чём я сфокусировался, я сфокусировался и за долг, или из-за интереса. И тоже задал себе этот вопрос, и если честно, не понял, мне кажется, у меня там чуть-чуть перемешано. Я уверен, что интерес это главное, но я настолько наинтересовался, что уже и долг чувствую. А вот это тоже научиться видеть свои истинные желания и отличать их от этого чувства долга, что я должен, или от каких-то навязанных, допустим, через родителей пришедших, которые тебе что-то вдолблюли, и тебе кажется, что это твоё желание. Вот это духовное развитие. Ты есть познание себя, чувствование именно себя, а действительно это твоё, а действительно это ты. Многие, очень многие говорят, что они не понимают, что они хотят. Но это и ходят, вот, например, у меня очень много людей, которые обращаются на консультации и хотят прийти, чтобы почувствовать, вот, что им нужно делать. А я говорю, ребят, это же целое духовное развитие, это же такой пласт, это вот, если я вам скажу, я отниму у вас это развитие. А зачем? То есть мы можем с вами поговорить, мы можем это раскрыть как-то, да, то есть это всё можно найти, когда ты соединишься с собой, то есть это просто нужно немножко помолчать, немножко погрузиться в себя, немножко отвлечься от внешнего и дать внимание себе любимому. То есть просто вот помедитировать, это и есть, погрузиться в себя, почувствовать, наблюдать за собой, вот это мне нравится, вот это мне не нравится. Таким образом, ты поймёшь, кто ты, поймёшь, что тебе нравится, какой ты, ещё вопрос принять себя в этом, потому что другие-то другие, а нам хочется всем вот как-то сначала быть как все, а это тоже такая программа как все, матричная. И вот это принять свою индивидуальность такую, это тоже духовный путь. И вот таким образом ты становишься всё сильнее в своём духе, вот этом индивидуальном. И ты становишься магнитом, магнитом своего мира, как я говорю. Тебе начинает притягиваться твое. И от того, что это притягивается, ты становишься от этого шире, больше и счастливее. Вы вот прям предвосхитили мой вопрос, потому что задумавшись вот об этом интересе и долге, то есть для меня не стоит вопрос что делать. Но вот когда я это проговорил, я понял как делать. Вот какой вопрос может стоять. И с каким мотивом, и в каком состоянии. И далее вы развили мысль про принятие себя, про то, что долг там, где он как бы гонит лошадей, возможно стоит больше принять себя и так и произойдет это расширение и притяжение моего, о котором вы говорите. Вы очень здоровы, спасибо. Но если у вас есть что-то еще по поводу таких тоненьких нюансиков в плане понимания себя, что делать, кем быть, как быть, то будет очень кстати. Ну я бы хотела просто сейчас людям напомнить о расслаблении. Чем больше напряжение становится извне вовне, тем более расслабленность должны становиться мы. Потому что именно в расслаблении во-первых и существует вот эта связь. Когда мы в напряжении, мы как будто закрываемся. Закрываемся в таком панцире и тут нет единения со своим высшим. Тут и напряжение это происходит, потому что мы забыли кто мы. Забыли о том, что можно попросить этой помощи для своего состояния. Помощь имеется не то, чтобы на физическом плане все изменилось так, как нам нужно. А помощь заключается в том, чтобы мы пришли в свое гармоничное состояние и справились со своим испытанием. расслабленным. если ты в этом гармоничном состоянии, в расслабленном состоянии, то решение приходит легко. Ты видишь действительно свое истинное решение, свой истинный выход какой-то, индивидуальный такой. И это приходит через расслабление в расслаблении. поэтому мы даже сами не понимаем, что мы все время в напряжении. Человек, когда начинает заниматься расслаблением, он понимает, что он не может расслабиться, потому что постоянно в таком состоянии. Поэтому истинное твое решение рождается из расслабления. Принятие в тебя вводит такое «Ай, ладно, отпускаю, пусть будет все как есть, а дальше я могу из этого расслабленного состояния увидеть свой путь дальше». Потому что в этом расслаблении я уже нахожусь в связи с собой. Вот это существует. Вот эта связь. Очень здорово. Спасибо за такие вдохновляющие слова. Ирина, есть что-нибудь еще, что вы хотите сказать нашим дорогим зрителям, на что-то воодушевить, какое-то послание сделать? Я, конечно, наблюдаю за всей ситуацией, которая сейчас происходит. я умею наблюдать, не включаться, но это дает мне мою жизнь, проживание от того, что мне хочется проживать. И это дает такую возможность не отрываться от людей, ведь которые сейчас находятся в разных состояниях. Кто-то в каких-то эпицентрах, очень тяжелых, кто-то находится более легкой какой-то. Я думаю, что уже все понимают, что каждый находится там, где он должен оказаться. Это обусловлено его кармической ситуацией, этим законом причин и следствия, которое все здесь создает. мы все едины. Мы едины. Это нельзя. Едины имеется в виду, на тонком плане мы связаны. Кто-то на кого-то накричал, обозвал как-то, ненависть проявил, а где-то человек взял и убил другого из-за этого, потому что сонастроился и у него был последний предел, который он переступил благодаря этой энергии, которая потекла по этим связям. Мы все взаимосвязаны и отстраняться от того, что происходит, невозможно. Можно только работать над собой в этой ситуации, сострадать, учиться состраданию именно, не жалости, а состраданию. Раскрывать в себе новые какие-то энергии здесь. Этот опыт, кто-то идет в волонтеры, он проявляет это милосердие, раскрывает новые энергии в себе. Нужно понимать, первое, что мы все связаны, не вставать ни на какую сторону. Вот это важно. Не вставать ни на какую сторону, потому что, если вы хотите, чтобы ваше сознание развивалось, прыгайте все время на тот уровень, где нету национальностей, где нету пола. бога. То есть души, клетки бога, и здесь нету правых и виноватых. И одни создали такую ситуацию для себя, и другие создали. И понятно, что мы пойдем на новый круг кармы человечества в связи с этими всеми событиями, но если ты идешь духовным развитием, то ты должен понимать, что вот это сторон правых, их не существует здесь. Выйти за пределы вот этого мышления, кто прав, кто виноват, и придерживаться какой-то стороны. Выйти на тот уровень, что все божественно, все боги, все души. И чем можно себя отвлечь? Вот я хочу сказать, что сейчас раскрываются новые возможности для людей, которые с новым сознанием. Сейчас, вот как я вижу, я еще смотрю астрологические какие-то, у меня есть любимые астрологи, у которых каналы высокие, я называю это высокий канал, которые считывают информацию с высокого плана, то есть они интерпретируют ее, ведь астрология это в первую очередь интерпретация, да, то есть вот это кто как. Мне интересны люди, которые считывают с высокого плана, и я понимаю, что это резонирует с моим пониманием, я вижу, что происходит, я понимаю, к чему это все ведет, я вижу, что тот дом, который начал валиться, вот так наш мир у меня выглядит, он будет валиться все сильнее и сильнее, то есть если ты знаешь, когда рушится дом, допустим, высокий какой-то, он сначала так медленно, медленно, а потом так бабах, вот этого бабаха еще не было, и то есть если говорить другим языком, то будет тяжелее. Но мы сами выбираем, тяжело, это для нас легко. я имею в виду тяжелее в плане энергии, потому что знаешь, если раньше было такое, что ты вот идешь, то в горку, то с горки, то по равнине, сейчас такое ощущение, что идешь в горку, в горку, в горку, да? То есть не надо ждать, когда все изменится, нужно себя найти в этом, вот в том, что сейчас происходит и в той волне, которая еще будет, то есть все время находить себя, и сейчас перед нами раскрываются возможности, как перед творцами, создавать, ведь этот дом свалится, а что построится на его месте? Вот это будем создавать мы сами с вами опять. То есть задумываться об этом новом мире, вот убрать как раз, вот ты спрашивала про ум, где держать свой ум, да фантазию включить, я не знаю, как фантазировать мир у них, какие-то, задумываться о том, как должно быть, то есть не фокус внимания, у нас же в основном фокус внимания то, что нам не нравится, мы начинаем это мусолить, а этот такой, этот такой, о людях не думай, нет, вот не сюда, не вот это мусолить, а без этого осуждения, а как должно быть, вот ты увидел, что здесь несправедливость, а подумай, развивай эту мысль творческую, а как бы ты хотел, как это было, то есть мы сейчас создаем новые эти миры, и, как я говорю, новый мир может создать человек только с новым сознанием, то есть оно расширенное, то есть мы уже можем видеть какие-то еще варианты развития событий, и то, как мы будем видеть, как мы будем это формировать, таким образом это и пойдет, то есть вот все новое, как я говорю, оно приходит с высших планов, потому что чаще вот на шуму он такой маленькая коробочка, там мало всего вообще помещается, и сознание расширения, оно заключается в том, что ты допускаешь какие-то вещи, которые, на твой взгляд, недопустимы, ну, например, все любят друг друга, ну, ты видишь, что все не так, ну и ладно, пофантазируй на эту тему, что хотя бы с уровня душ все любят друг друга, да, на уровне душ, то мы все любим, это не так, то есть, я имею в виду, не так, как мы воспринимаем с человеческим сознанием, души ты любит, какой бы твой противник ни был, злостный и ужасный, это любимая душа, вообще, поэтому, вот, все время нужно вот на уровень вот этих, опять, на уровне душ опять выходить, да, своим сознанием, и фантазировать, как, как, как ты хотел бы это видеть, вот сюда свое внимание, вот сюда свою энергию, то есть, сейчас не только время разрушения, когда ты рушишь свой старый дом, ты начинаешь думать, какой ты на месте его создашь, и в этом тоже заключается наша ответственность, всех, чтобы думать об этом, то есть, если не просто ждать, когда кто-то придет и сделает, а вложить свой, свою грамулюшку какую-то, да, вот своими мыслями, ведь все начинается с тонкого плана, с ментала, с мысли, с вибрации, с какой-то высокой, так закладывается сейчас вот этот будущий мир, и то есть, это время не только разрушения, но и время созидания, и пусть это все рушится, пусть это пройдет так, как пройдет. Мы посылаем вот эту, держать внутри вот эту установку, что все происходит, как должно быть, но и раскрывать сердце для сострадания. Не то, что моя хата с краю, да, а из сострадания ты понимаешь, да, что души проходят такой опыт, ставить себя на их место, ощущать это все, то есть, быть как будто вместе с ними, потому что это так оно и есть, ты и есть он. Эта связь никуда не денется, она всегда будет. И при этом, вот вообще, как можно облегчить человеку жизнь, да, вот если говорить с точки зрения энергии. То есть, мне часто обращают, то есть, задают такой вопрос, как я могу помочь своему близкому? Я говорю, представляешь, что твой близкий в каком-нибудь шикарном, в красивом месте, что он там радуется, что он занимается своим любимым делом, что он там как вот такой радостный, радостный человек. Ты ему этим, ты не представляешь, как ты ему помогаешь. И то же самое, вот если мы переживаем за своих близких, если мы там переживаем за целую страну, да представляй, как эта страна цветет, как она покрывается цветами. Это все будет тогда. А не фокусируй, не отдавай свое внимание другому. И вот сейчас мы с вами все строим этот новый мир. И об этом нужно помнить. И вот в этом тоже наша заключается такая высокая ответственность, что мы не отдаем бразды правления, а мы строим его внутри себя. И это обязательно когда-нибудь проявится на физическом плане, что наши правители станут другими. Придут другие правители вот этого нового сознания. Чем больше сознание развивает эту мысль, а не тратит свое внимание, как я говорю, на разрушительные мысли, на деструктивные, себя разрушают и все вокруг, тем больше это все будет прописываться в человеческом сознании и развиваться этот свет. Поэтому, как я говорю, это время не только разрушения, но и время возможностей. То есть примите это разрушение, примите, что сейчас вот будет это все проигрываться в каком-то сценарии, но версия, я знаю, что это не терять веру в человечество. Это означает, знайте, что в каждом душа, что души сделают свое. И мы в этом вот каждый можем такую роль сыграть, просто работая над собой. Вот я думаю, очень в созвучии с последними словами, которые вы сказали. Расскажите чуть подробнее про сострадание и жалость, и в чем между ними разница, и как именно на вибрации сострадания находиться. Эмоция жалости отличается от сострадания очень кардинально. Жалость к себе, жалость к другому человеку, это низкая вибрация. То есть вообще, что получается так, что ты хочешь человеку сделать хорошо, но по этой связи, потому что как только ты обращаешь на кого-то внимание, у тебя возникает связь, она активнее становится, скажем так. То есть вот по этой связи течет низкая вибрация в его поле. И на самом деле там становится темнее. То есть ты свою темноту отдаешь ему, не то, что отдаешь, а ты делишься ею. Она в тебе тоже есть, она не так, что становится ее меньше, когда мы ее... Нет, ты просто ее усиливаешь таким образом. А сострадание – это высокая вибрация. А разница в том, что жалость основывается на страхе. На твоем страхе. Ты ставишь себя на его место и начинаешь испытывать страх. И тебе его жалко, что он в таком состоянии. А сострадание, оно основывается на любви. На чистой любви вот этой, что ты понимаешь, что это опыт душ. Они сами выбрали себе вот этот сценарий, чтобы прожить те энергии, которые у них всеми воплощениями накопились. Вот эти вибрации, эти эмоции, которые они сейчас в этих обстоятельствах проживают. Именно сценарии, они этими... Вот тем, что это накопилось, они и притянули в свою жизнь эти сценарии. И ты понимаешь, что душа проходит этот опыт. Это неплохо и нехорошо то, что происходит. Она просто познает сейчас душа это. Она проживает этот опыт. и ты просто как человек, который может испытывать эмоции, в том числе сострадание, потому что когда ты не человек, а вот в качестве духовной сути, у тебя просто есть любовь. Все. А здесь у тебя вот эта вибрация, она разная может быть. И ты можешь познать вот этот опыт сострадания. Это как раз любовь и ты вместе с этим человеком. Ты рядом. Пусть ты не рядом физически. Ну вот я, например, когда смотрела, я помню какой-то ролик, и там люди в каком-то украинском селе, они сдерживали танки русские. И вот я, когда смотрела, у меня сначала вот их эмоции были, которые они сейчас испытывают. Потому что они там кричали, они... Это был очень тяжелый такой момент. И я чувствовала каждого человека, что он сейчас испытывает. Он из страха отталкивал это все. То есть страх, ненависть, там все было вообще. Вот эти тяжелые эмоции. И тут я поняла, что я делаю, да. Я их почувствовала, да. И у меня такая волна любви к ним. У меня было вот такое вот прям каждого вот или всех вот так вот. И я была вот такое ощущение, что я как мать, великая мать, которая стою и всех вот просто и держу в своих объятиях, чтобы они эти эмоции вот сейчас, да, они проживают. И чтобы вот им... быть с ними просто. Верить в них. Верить, да. Это души. И вот это такая поддержка, мне кажется. У меня тогда переломный момент такой произошел у меня именно. Переломный момент вообще к этому всему, что происходит. какое-то... Ну, свое какое-то было тогда, видимо, испытание. И у меня очистилось тогда сознание очень сильно. Вот после вот этого проживания, вот этого сострадания, я как будто видела все, что происходит. То есть вообще вот в этой ситуации, это было в самом начале, когда еще такие были в феврале или в конце февраля или в начале марта. И мне вот это... Вот это чувство, оно меня очистило. И я стала просто видеть вот эту всю игру без вот этого человеческого вмешательства, человеческого сознания вот этого всего. И я смогла таким образом помогать людям, которые ко мне обращаются, проводить там какие-то встречи уже без вот этого внутреннего своего... Потому что в начале, естественно, всех вообще там сшибало. Мне помогло это вот выйти на этот уровень и остаться на нем. Вот это чувство сострадания. Оно мощнейшее, оно сильное. Оно основано на любви вообще. Это действительно была такая вот любовь в высоком смысле. И вот это каждый может это раскрыть. И, наверное, это такой вот такая цель, такой маяк, к которому нужно стремиться. Раскрыть, то есть в себе такие чувства, как сострадание, как любовь. для этого вот это все и дается. То, о чем вы говорите, это прямо духовное мастерство. Получается, это то, к чему приглашает нас жизнь сейчас, стать в своей жизни духовным мастером. Как людям прийти к этому? Как вы можете поспособствовать людям в том, чтобы стать мастером в своей жизни? Сейчас для людей все есть. То есть книги, по которым они могут сами самостоятельно заниматься, и спущенные различные фильмы, которые раскрывают у нас сердце. Есть курсы, и я, естественно, как человек, который сам прошел этот путь от обычного человека до духовного мастера, я даю свои инструменты, свои какие-то наработки, и человек, доверяя мне, он будет получать через эти инструменты раскрывать в себе то, что ему нужно раскрывать. Потому что у меня был такой путь, который мой путь, у другого человека будет какой-то другой. У нас нет под копирку наложить, сценарии, хотя многие пишут, что у меня так же, как у вас, но все равно это какой-то индивидуальный путь. Самое главное просто применять инструменты и быть на связи с высшим я, со своим высшим аспектом. И тогда ты найдешь свою струночку вот этого. И вот такие духовные мастера, я действительно считаю духовным мастером, потому что это моя жизнь сейчас. Я по-другому не представляю я, поэтому и я даю то, что я могу давать. Естественно, я делюсь. И человек сам себе выбирает вот этого духовного проводника или проводника в духовный мир, скажем так. Потому что цель-то на самом деле человеку самому раскрыть этот духовный канал, его раскрыть шире в себе и тоже стать каким-то вот таким проводником для своих уже, для своего круга близких, допустим, людей, которые вокруг него. И у меня много курсов, которые есть здесь. А вот сейчас я как раз к этому, к этой трансляции я подготовила мастер-класс, который буду давать как раз на тему трансформации вот этой кармы. Трансформации этих тяжелых вибраций, которые каждый человек сейчас испытывает. Сразу скажу, что когда ты трансформируешь свою индивидуальную карму, это не значит, что ты не будешь испытывать эти тяжелые эмоции. потому что мы связаны все друг с другом. И у меня была такая иллюзия, что я сейчас очищусь и вообще не буду испытывать тяжелых эмоций. Но так как мы связаны, это и дает тебе возможность чувствовать каждого человека, что ты сам познал в себе эти тяжести, ты сумел их трансформировать. И когда ты видишь на самом деле в каком-то человеке вот эти же эмоции, понимаешь, что с ним сейчас происходит. И это тебе дает возможность сострадать. Сострадание невозможно, если ты не пострадал, если ты не испытал эту тяжесть и эту боль. Пусть это было по-другому, пусть ты не был в таких тяжелых совсем ситуаций, но ты представляешь, потому что у тебя это все те же эмоции были, просто в других сценариях, скажем так. И когда ты чувствуешь других, это люди называют эмпатия, я считаю, что эмпатия это дар, это не что-то такое, люди стараются сразу закрыться, закрыть свое сердце. Мы почему не испытываем высоких эмоций? Потому что мы закрыли сердце от тяжелых эмоций, мы боимся их проживать, не хотим их проживать, но мы также закрылись от высоких эмоций. Невозможно закрыть сердце только одного чего-то. Так вот, эмпатия это дар, почему? Люди, которые обладают этой эмпатией, это значит, это люди целители. Они могут научиться трансформировать свои эмоции, и когда они чувствуют какого-то человека, вот эта тяжесть или зло не пройдет через тебя, ты можешь трансформировать эту вибрацию, чувствуя другого, и на самом деле ты делаешь ему благо в этот момент. То есть ты мало того, что с собой поработал, то есть ты испытал то, что он испытал, но ты трансформировал, смог трансформировать, ты его освободил. Можно сказать, это так, что человек часть груза перевожил на тебя, но этому нужно научиться. Сначала нужно свое хотя бы трансформировать. Ты чувствуешь других только потому, что в тебе тоже есть эти чувства. И вот когда ты умеешь свои чувства управлять, и только ты уже выбираешь, когда тебе что испытывать, ты уже этим руководишь процессом. Оставаться вот в этом горе вместе с человеком и согревать ему, сопечалиться, разделить с ним это горе. Либо взять и это горе в какое-то спокойствие перевести. То есть ты уже умеешь этим всем управлять, и ты становишься мастером. Мастером создания нового вот этого мира. Это и есть тоже созидание через эмоции. Поэтому я предлагаю вот этот мастер-класс с практиками, как в жизни применять вот эти инструменты, которые были мне даны на моем пути, и трансформировать свою карму. Ну, а дальше уже, что называется, этот путь выводит тебя куда-то по-любому. Когда ты работаешь над собой, повышаешься по вибрациям, это и есть повышение по вибрациям, меняется твоя жизнь, и притягиваются другие люди, как-то все разруливается, приходят новые испытания, испытания не заканчиваются никогда, сразу говорю, у кого есть иллюзия, что он будет там сидеть балдеть, всегда испытания будут, просто они другие будут, но ты выйдешь вот из этого ада, в котором ты не творец, а ты жертва, потому что ты не умеешь этим управлять, потому что вот этот низший астрал, это и есть ад, и есть вот эти все наши эмоции, это тот самый ад, который нас пугает, но мы в нем живем какое-то время, но он нам нужен, эти эмоции нам тоже нужны познания, а вот выйти на другие сферы возможности себя, к другим эмоциям, возможно, когда ты трансмутируешь вот это низкое в себе, и в этом заключается эволюция сознания. Поэтому мой мастер-класс непосредственно связан с тем, чтобы научиться трансформировать свои состояния, научиться быть мастером своей жизни. Здорово. Я чувствую восторг, восхищение, потому что это именно та тема, которая самая насущная, самое вот, что ни на есть жизнь, самый вот тот духовный рост, который не в книжках, а в жизни. И по своему опыту могу сказать, что именно с практик по работе с эмоциями и состояниями я ощутил как совершенно другую скорость или может объем правильнее сказать духовного пути. Поэтому в общем мои аплодисменты и дорогие зрители под видео будут ссылки на все мероприятия Ирины. В первую очередь этот мастер-класс и я думаю, что мы еще что-нибудь хорошенько туда прикрепим. Пожалуйста, переходите, смотрите, потому что эта тема это свет. На самом деле мне в общем кое-что еще хочется сказать, прокомментировать. Ваши слова меня вдохновили и вообще ваши слова, вот то, что вы только что озвучивали про умение сострадать другим, зная, что это чувство есть внутри и болезненное, они меня навели на мысль о резонансе между людьми и о том, как, когда мы чувствуем жалость, мы резонируем со страхом и слабостью в другом человеке. А когда мы умеем работать со своими состояниями, умеем работать со своими эмоциями, мы, чувствуя другого человека, знаем, как эти тяжелые мысли, эти тяжелые чувства усмирить, трансформировать, как принять, хотя бы как прожить их и как принять себя в этих чувствах. И мы можем начать резонировать с человеком в этом принятии. Он сам может не знать, как себя принять, а мы его принимаем и мы с ним резонируем. И так этим состраданием мы помогаем другим людям. Мы соединяемся, он становится тем, что и ты. Ты меняешь его таким образом, помогаешь ему. Да, это очень красивая вещь. Я благодарю вас, что вы меня на нее навели, напомнили о ней. Ну что, я хочу пожелать нашим дорогим зрителям быть с собой, быть собой, быть со своим центром, быть на связи со своим высшим Я, идти по этому пути пробуждения и проживать те события, которые встречаются нам на пути с верой в себя и в других. Ну а я в свою очередь хочу пожелать находить этот центр, который сказал Сережа, ну я дополнила, да, в любом пространстве имеется в виду, в любых обстоятельствах. Вы знаете, что это всегда у нас есть, это вообще наша основа и все время возвращаться к этой основе, к этому центру, это и есть наше расширение, наше развитие, соединяться. Нам и даны эти все обстоятельства, чтобы мы вернулись в центр. Это произойдет, если мы как можно чаще будем об этом вспоминать. Я вам всем этого желаю. Спасибо большое, Ирина. Спасибо большое за просмотр и ваше внимание. Всем любви. Благодарю всех. Ирина. 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 Продолжение следует...